Компания «Белый лев» представляет. Здравствуйте! Мы продолжаем наш проект «Выпускники», в котором мы беседуем со вчерашними студентами о том, какую роль сыграла альмаматор в их жизни и, собственно говоря, об их лише успешности. И сегодня у меня в гостях филолог Елена Голова. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Я знаю, что вы работаете педагогом в школе, да, и помимо этого еще возглавляете областную школу журналистики, в которой детки могут знакомиться с озами, так скажем, этой профессии уже с 13 лет. Вот, позвольте себе такой вопрос, практически как коллега-коллеги. Вот если бы, Лен, вы начинали это интервью, что бы вы сами у себя в первую очередь спросили? Елена, считаете ли вы себя успешным человеком? Так, тогда проспекулирую, так сказать, скраду ваш вопрос. Елена, считаете ли вы себя успешным человеком? Считаю. Считаете, аргументируете, давайте. Клише успешности от Елены Головой. Я закончила прекрасный вуз. У меня два высших образования. Я бакалавр педагогических наук и магистр педагогических наук. Я работаю в прекрасной школе. Я работаю в Центре эстетического воспитания детей Нижегородской области. Я пою. Я пишу стихи. Можно не продолжать. Мы все доказали. Скажите мне, пожалуйста, но все-таки основная профессия педагогик. Вот педагогика для вас. Что это? Вы перечислили это в вашем списке успешности. Вот что для вас педагогика? Ну, я не хочу просто говорить, что это наука о воспитании. Для меня это, прежде всего, любовь к делу, любовь к детям. А если эта любовь сочетается, то совершенство вы в профессии достигнете. Вы помните, как вы приняли решение, что вы будете учить, что вы будете педагогом, что вы будете преподавать? Как это было? Я не могу сказать... Вы мечтали стать учительницей? Нет. Расскажите, пожалуйста. Я вообще в детстве хотела стать журналистом. Да. А почему? Потому что мне казалось, что эта профессия связана с путешествиями и с телевидением. И мне всегда хотелось попасть на телевидение. Вот с шести лет. А по поводу педагогики, мне очень нравится эта профессия. И сейчас я прекрасно развиваюсь в ней. Я вот вам писала вопрос. Чем измеряется успех? Вот чем для вас измеряется успех? Победами или поражениями? Я думаю, что победами. Ну вот мне так просто кажется. Тогда хвалитесь своими. У меня много побед. Я лауреат областных всероссийских международных конкурсов по вокалу. У меня есть президентская премия по вокалу. У меня есть гран-при всероссийского конкурса тоже по вокалу. Моё имя занесено в книгу «Одарённые дети. Будущее России» в 2008 году. Но всего бы этого не было, если бы не было никаких преград. И преодоления, и поражений. Вот если к поражениям, ну это знаете как, и поражение, и победа в том числе. В этом году, в апреле месяце, я стала лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Так. Я первый раз участвовала в подобного рода конкурсе, потому что до этого только пела. И до тройки победителей мне не хватило всего лишь шага. Я стала четвёртой. Но для меня это была огромная победа над собой. И я получила огромный опыт. И мне очень хочется поучаствовать, конечно, ещё. Поучите сегодня детей каких классов плавно подбираемся к вашей школьной работе? С пятого по девятый класс. Я работаю на индивидуальном обучении. С детьми, у которых какие-то проблемы со здоровьем. Вот. У меня таких сейчас четыре человека. Вот. И я хожу к ним домой и занимаюсь лично. Знаете, вот педагог, на самом деле, мне кажется, он... Его профессионализм измеряется работой со сложными детьми. У меня были дети и с онкологией, и с ДЦП. Вот знаете, с ними работать совсем вообще другое дело. Они умеют радоваться жизни. Они любят учиться. Они тебя слышат, слушают. И радуют даже тому просто, что ты к ним пришёл домой. Потому что есть те, у кого там проблемы с иммунитетом. Ну, там они не гуляют даже на улице. Поэтому это для них такая радость. А я радуюсь, когда им нравится моё занятие. Лен, а скажите мне, пожалуйста, а вот они вас чего научили? Мне кажется, такие ситуации, они всегда переломлены в жизни, кажется, у человека. Мы люди ведь потребители по жизни. Нам всегда чего-то не хватает. А когда смотришь на таких деток, то думаешь, у меня всё прекрасно просто в жизни. Всё-таки главное – здоровье. А когда смотришь на родителей их, которые стараются быть позитивными, сильными, это вообще... То есть вы научились ценить, так скажем, больше момента. Ну, конечно. Снимай взгляд в небеса, слышим их голоса. Это люди вновь и вновь ищут на земле любовь. Нас миллионы вдалеке от берегов верят, что найдут любовь. Ловь, ловь нас миллионы. Всё. Браво. Скажите мне, пожалуйста, вот про литературу вам писала вопрос. В литературе всегда есть положительные и отрицательные персонажи. Вот когда готовилась, прочитала такую цитату Валерия Тодоровского, что для меня положительный герой – это всегда отрицательный. Вот хотела спросить у вас, как у филолога, у литератора. Помогите мне понять Валерия Тодоровского, о чём он. Если честно, я понимаю его высказывание. И мой положительный и в то же время отрицательный герой – это образ дьявола в произведении. Воланд в «Мастер» и «Маргарита». У Брэма Стокера есть «Скорбь сатаны», «Гёте Фауст». Везде этот образ, он у меня не вызывает каких-то негативных эмоций. Он учит людей видеть свои пороки. И мне кажется, это положительная черта. Но в то же время он считается отрицательным. Все-таки это такой сомнительный герой. С помощью необычных способов он учит людей. Раз уж мы заговорили, сейчас вы привели несколько писателей, которых вы читаете. Скажите мне, пожалуйста, а есть ли у вас какие-то эталоны личности, которые вас вдохновляют? Может быть, это не известные всем писатели? Может быть, это какие-то только вам известные личности? Так как я выпускница педагогического университета, у меня были замечательные преподаватели. И вот двое из них, не могу их просто не отметить, это Ольга Алексеевна Пацкова и Надежда Владимировна Шолина. Это преподаватели один по зарубежной литературе, который как раз-таки мне и привил любовь именно к зарубежной литературе. А второй преподаватель русского языка. Я от них взяла манеру преподавания именно. То есть мои дети, они к концу года знали наизусть все термины, все правила. Мне это было важно. Причем они вот это делали не специально, а в течение года я постепенно подводила их к концу года, к итогу. Вот. Этому вот меня как раз Ольга Алексеевна научила. А Надежда Владимировна, наверное, умела преподнести материал о писателях так, как будто она с ними знакома. И это очень важно, чтобы привлечь детей, чтобы не заставлять их читать, а чтобы они хотели побольше узнать. Вот как раз-таки нужно так именно, я думаю, преподавать им. Какие знакомства вам больше всего понравились с какими писателями? Мне очень нравится Фиджеральд. Мне очень нравится Стивен Кинг. Это вот зарубежные, да. Мне очень нравятся Гёте. То есть я люблю что-то такое мистическое. Да, это мое прям. Мне очень нравится. А мы все про личность или еще кого-то вспомним? Ну, так как я пою, не могу сказать, кто является для меня в этой сфере. Эталоном Леди Гага, несомненно. Почему? Голос, вот этот ее тембр, вот эта дерзость, поведение на сцене. Она владеет, мне кажется, каждым слушателем, когда выходит на сцену. И это очень важно. Контакт со зрителем и сила голоса – это магия. Тогда давайте лайфхак успеха для студентов, которые сегодня учатся. Вот на примере себя. Цель должна быть. Вы должны заявлять о себе. Не отсиживаться за задними партами. Не бояться высказываться. Тогда хорошо. А у вас какая тогда цель была? Быть первой просто? Быть первой, да. Спасибо большое за то, что порадовали нас вашим прекрасным исполнением, хорошим настроением. А я надеюсь, что мы вас порадуем тем, что вы были сегодня первой, главной и вообще единственной в нашей программе. Спасибо вам. Спасибо большое. Наши дорогие телезрители, мы продолжаем проект «Выпускники». В этом проекте мы говорим об успехе, о том, какую роль в успехе играет образование. И приглашаем, собственно говоря, этих самых успешных выпускников. И вот сегодня у меня в гостях тренер сборной Российской Федерации по фехтованию Алексей Тихомиров. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Собственно говоря, сразу хочется начать с главного. Вот для вас клише успешности, как для спортсмена, для тренера, спортсмена-педагога, да, можно так сказать уже. В чем? Я считаю, что успех, он в первую очередь состоит в том, что ты занимаешься делом, которое тебе по душе, которое тебе нравится, которое тебе приносит удовольствие. А если это приносит какие-то материальные ценности, это вообще прекрасно. Вот исходя из вашего определения успеха, насколько успешны вы, почему вообще фехтование, как так случилось, что сегодня вы в такой, в общем-то, высокой должности? Фехтование выбрано было в самом вообще раннем возрасте. Со скольки лет занимаетесь? Ой, с 7 лет занимаешься фехтованием, да, то есть это уже всю сознательную жизнь. Так получилось, что фехтования для меня очень много, это и хобби, и профессия. У меня такая цель, что мои там подопечные, мои, кем занимаюсь я непосредственно, завоевали самые высшие медали. То есть это Олимпийские игры, это чемпионаты мира. Ну, расскажите мне тогда, вот чему вы их учите? Вы же не просто техническим навыком. Здесь же, наверное, какое-то понятие этого процесса идет в спорте. Здесь же какие-то должны быть внутренние качества у человека, правда же? Вот фехтовальщик, он какой должен быть? У нас такой вид спорта, я всегда всем говорю, всем своим ученикам, что реализоваться может быть, может практически любой человек. Если, ну, при определенном упорстве и немножечко соображении, может реализоваться толстый, длинный там любой человек. У нас фехтует, у нас, там даже вот есть такое понятие, модель чемпиона. Так. Вот в нашем виде спорта и вот конкретно в моем виде оружия, шпаги, я пытался сделать модель чемпиона и не получается, потому что фехтуют все. Все толстые, маленькие, худые, быстрые, медленные, любые, они фехтуют и добиваются успехов. Такой вид спорта, который называют быстрый шахмат. Там нужен определенный склад ума, а вот насколько он определен, я как ни пытался выяснить сам, как я не разговаривал с... С другими фехтовальщиками. С другими фехтовальщиками, тренерами. Никто мне не может объяснить, что значит этот определенный склад ума, что это. Ну подождите, в шахматах все знают, там, Каспаров, там, я не знаю, сейчас можно много сказать. Вот в фехтовании, знаете мне, какие-то фамилии, которые для вас, да, например, являются такими вот, ну, эталонами, что ли, если хотите. Для меня, сейчас вот допустим, допустим, подождите, я сейчас расскажу сначала про действующего министра спорта, который у нас Павел Колобков, которым я, мне посчастливилось фехтовать в одной команде, и как бы мы знакомы. То есть действующий министр спорта у нас фехтовальщик? Действующий министр спорта, сейчас на данный момент фехтовальщик. Круто. Председатель Олимпийского комитета, президент Олимпийского комитета, фехтовальщик на саблях, это у нас Позняков. Так. Ну вот, то есть, сейчас на данный момент люди, ну, которые достигли этих успехов фехтования, они сейчас развиваются по всем направлениям. Ну вот говорят вообще, что спорт, так же как и там, я не знаю, какие-то военные вещи, то есть дисциплинируют очень людей, и они по жизни впоследствии более успешны. Что можешь сказать на эту тему? Да я совершенно согласен, потому что не дисциплина и вот это мышление, умение перестроиться с одного дела на другое, умение быстро это сделать, это реакция, которая даже помогает в каких-то повседневных делах. Это очень хорошо, я совершенно не жалею, что занимался спортом. Что двигает вот, так сказать, людьми, которые тратят себя и свое время вот на такой адский труп? Ну, я считаю, что у всех разная мотивация. Кому-то там нужна слава и почет, кому-то финансовое благосостояние, кому-то это просто нравится процесс. Ну, там такая ситуация, что у этих профессионалов, у них всем нравится процесс, потому что, ну, невозможно даже, какая бы у тебя цель не была, если тебе не нравится, навряд ли у тебя что-то получится. Поэтому всем, я думаю, я считаю, ну, я по себе в основном сужу, нравится и процесс, и результат, когда он хороший, это прекрасно. Ну, бывает так, что люди вот срываются, начинают что-то передумывать, и вы их можете, как сказать, вернуть в эту колею, вот их основной цели. Ну, естественно, бывает на всех этапах, на любых. Это от маленьких детей, которые думают, что сейчас я пойду, лучше погуляю, и мне это как-то будет поприятнее. Ну, да. Приходится и с ним, и их убеждать, что это не так, потому что ты можешь же погулять в результате этого всего потом по Парижу, когда тебя повезут на соревнования туда, а не по Держинску, как бы в моем случае. Что испытывает тренер в этот момент, когда, так сказать, его ученики находятся в борьбе? Мне кажется, вы переживаете больше, чем что бы ты ни было в этот момент. Ну, да, да. Тоже вот у меня сейчас получается переходный момент, я вот помню еще, как было там. Когда были внутри этой ситуации, да. Когда ты внутри этой ситуации находишься. И твой тренер, да, там где-то с тобой наблюдают. Да, да, да. И сейчас, получается, я сейчас как тренер там, ну, стою со своими учениками. Ну, вот что, что вы испытываете, рассказать, как вы себя берете в руки? Я понял, когда я там нахожусь, я хотя бы контролирую ситуацию. Когда вы в борьбе? Когда я в борьбе, когда я спортсмен, когда я могу что-то изменить в плане, там, манипуляций своих. А сколько длится бой, извините, я просто... Бой, ну, у нас там есть на 5 уколов, есть на 15, есть на 5 3 минуты, на 15 3 по 3, через минуту отдыха. Ну, в общем-то, не так уж, казалось бы, и долго, да? Да, но их много боев, получается, соревнования, это не вот схватка там один, у нас много боев. Ну, вот пока эти минуты идут, ваши ощущения? Пока эти минуты идут, я, ну, опять же, у меня в работе, в такой, в тренерской работе маловато опыта, ну, скажем, спортивный побольше. Не важно, тем не менее. Как-то уже начинаешь как-то, не знаю, как это, как это назвать, когда ты свои мысли как-то пытаешься... Вложить туда. Вложить туда. Вложить туда. Дистанционно. Да, дистанционно, и ты ловишься на этой мысли, что какая-то, ну, какая-то происходит, какая-то мистика, я не знаю. Серьезно? То есть вы думаете, как нужно, и ваш ученик как бы подхватывает? Да, он подхватывает, и потом у нас есть еще, ну, вот в боях на 15, в основных боях, есть минута отдыха, за которой ты за эту минуту ты должен либо объяснить человеку, что идет все правильно, и менять ничего не надо, либо кардинально поменять, то есть эти задачи такие быстрые и мобильные, надо как-то все это объяснить. То есть разным людям же ты не можешь объяснить одинаково, то есть им надо подобрать слова определенные к этому человеку подходящий, и мало того, что слова, подачу эту надо как-то еще отрегулировать, чтобы ему было понятно. То есть на кого-то надо крикнуть, кому-то кричать совершенно нельзя, то есть кого-то надо завести, чтобы он немножечко завелся, кого-то наоборот успокоить, и это все достаточно сложно. То есть вы такой психолог? Ну, я стараюсь им быть, как бы на данный момент, ну, я говорю, что пока мало опыта, но я стараюсь. Спасибо, давайте пожелаем тогда успеха еще разочек студентам. Студентам хотелось бы сказать, вы развивайтесь, не стесняйтесь, так скажем, спрашивайте, узнавайте, интересуйтесь, в этом нет ничего страшного, это только вам поможет. И мне кажется, самое главное, тут еще надо добавить, что спорт и теория, они все-таки совместимы, согласны с вами? Более того, это часть успеха. Это естественно, и спорт, теория, эти знания, которые получаются там, а сейчас это очень важно. Физическая эта часть уже достигает своего потолка, и надо подключать теоретическую, и эти знания применять именно в спорте, это очень важно. Спасибо вам еще раз, будем звать вас, так сказать, уже через энное количество лет, в новом, может быть, качестве. Спасибо, всего доброго. Спасибо, до свидания. Это была программа «Выпускники», увидимся через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин